Я приветствую всех, кто только что к нам присоединился. И хочу напомнить, что у нас в студии сегодня двое гостей, но пока Александр Викторович Голиков на подходе, мы поговорим сегодня, начнем разговор с Владимиром Алексеевичем Уткиным, директором муниципального бюджетного учреждения Дорсервис. Владимир Алексеевич, добрый вечер. Добрый вечер. Я напомню в начале телефоны, по которым вы можете позвонить и задать интересующие вас вопросы. 541-25-40 и 541-25-25. А тема сегодня у нас дороги. Но прежде чем начать, давайте определимся, какие именно дороги, за которые отвечаете вы. Бюджетное учреждение Дорсервис отвечает за основные дороги на территории Ленинского муниципального района. Это так называемые дороги, по которым ездит общественный транспорт и дороги, которые находятся на территории деревень. За это отвечаем мы. Также есть понятие внутриквартальной дороги. Это подъезды к домам. За вот это направление отвечает как раз другое бюджетное учреждение службы единого заказа. Это вот Александр Викторович, привет, он нам расскажет о своем предприятии. Расскажите вы нам о своем предприятии. Как долго оно существует? Может быть, об истории немножко. Потому что иногда мы узнаем, что появляется новое название. Оказывается, что это не совсем новое предприятие. В нем есть корни того, что уже было. Да. Муниципальное бюджетное учреждение Дорсервис образовано 31 июля 2015 года. Но фактически собственными силами приступило к работе только с 1 мая 2016 года. В сферу предприятия входит много обязанностей. Основным управлением, конечно, содержание и ремонт муниципальных дорог. Да, раньше в Ленинском районе, конечно, существовали предприятия, которые также занимались уборкой дорог. Это, например, муниципальное унитарное предприятие, Видновское дорожно-ремонтно-строительное управление. В общем-то, преемником кого и является Дорсервис. Основной деятельностью, еще раз повторюсь, конечно, это очистка, уборка дорог от снега, уборка дорог в летнее время. Все, что связано с обстановкой пути на дорожном покрытии, это дорожные знаки, это пропетное ограждение, это металлические барьерные ограждения, искусственные дорожные неровности. А всем этим занимается как раз Дорсервис. И ямочный ремонт, и ремонт. И ямочный ремонт, естественно. Тоже все это. Да, да. А какова численность вашего штата? Много у вас людей? На текущий момент в штате предприятия около 200 человек. И постоянно приходится набирать дополнительных специальностей. Почему? Потому что предприятие расширяется. Не так давно мы закупили новую технику. Благодаря администрации Ленинского района, в главе с Олегом Владимировичем Хромовым, благодаря совету депутатов Ленинского муниципального района, а также советам депутатов и главам поселений, были выделены деньги на закупку новой техники. Закупили мы в этом году 33 единицы, которые нам очень сильно помогут в нелегком труде по уборке дорог. А какая конкретно? Что это за техника? Это отечественная или зарубежная? Техника только отечественная, но достаточно хорошая. Закупили и самосвалы, и комбинированные дорожные машины, которые чистят снег и, соответственно, просыпают реагентами. И небольшое количество тракторов. И специализированная техника, которая участвует в уборке снега. То есть это только снегоуборочная техника или еще и… В основе своей снегоуборочной техники, конечно. Почему? Потому что зимой работать намного сложнее, чем летом. Летом всего-навсего нужно содержать город в чистоте, а зимой еще, ко всему прочему, и снег вывозить. А вот ремонтная техника, которая… Ремонтной техники пока нет, но это все в планах. Вы сказали, что людей у вас не хватает. А каких конкретно специальностей? Возможно, вот сейчас люди смотрят наш эфир, и, может быть, они сидят дома и не знают, что работа-то вот, она рядышком есть. Да, есть определенные проблемы с набором квалифицированного персонала. Это водители комбинированных дорожных машин и машинистов. Да, действительно, люди приходят, но зачастую приходится отсеивать имеющихся, как не следящих за техникой. Соответственно, хотелось бы попросить людей, если требуется такая возможность, обратиться в Дорсервис для того, чтобы, может быть, пообщаться. Возможно, кто-то и действительно ищет работу. А вообще, вы принимаете только уже готовых специалистов или готовите, помогаете как-то обрести специальность новую? Возможно, человек имеет водительскую специальность, но именно такой специализации у него нет, о которой вы сейчас говорили. Стажировать однозначно мы стажируем, но хотелось бы, конечно, водителей-профессионалов набирать непосредственно уже в штат предприятия. А вот если не секрет, зарплаты какие? Ну, зарплаты, на мой взгляд, достойные. Но, скажу так, вот 35 тысяч рублей – это водительский состав. Куда звонить? Звонить в Дорсервис, в отдел кадров по телефону 495-548-0074. Еще раз скажу номер телефона – 8-495-548-0074. Мы сейчас прервемся на небольшой сюжет, потому что к нам подошел гость, и как раз, чтобы он включился в наш разговор, нам поможет тема, которая будет озвучена в нашем сюжете. Зима – волшебное время года, особенно в нашей полосе. И не на ресницах любимой девушки. Румяные от мороза дети на ледяных горках – предвкушение новогодних праздников. Однако есть у этой волшебной поры свои издержки. Снег нужно убирать. Наш дворник с ситуацией справляется, она отлично. Каждое утро без всякой снегоуборочной техники вот такими вот дедовскими методами он расчищает прилегающую к редакции территорию. Каждый день здесь хожу, все замечательно, все почищено, проблем абсолютно никаких нет. На каблуках, без каблуков, в платье, в юбке, в принципе, быстро. 15 минут от дома до редакции всегда этот путь у меня укладывается. У нашей редакции проблем со снегом нет. А как ситуация обстоит в целом по городу, давайте разбираться. Оказывается, мы настоящие счастливчики, потому что обитателям других дворов повезло гораздо меньше. Двор у управления социальной защитой Ленинского района не чищен. Здесь не то, что ходить трудно, здесь даже машины буксуют. За зиму целиком ни разу не было очистки. Если раньше бывало, что оставляли на машинах бумажки, что, мол, вот просьба такого-то числа машину убрать, так и будет полная очистка производиться. В этом году такого не было, хотя снег идет постоянно. Сегодня еще хорошо, что немножечко подморозило. Если бы здесь нет, то тут вот такие лужи. Тут только в резиновых сапогах. Никогда. И это соцзащита. Но, может быть, это двор такой несчастливый, а в других местах с уборкой территории все хорошо? Адрес другой, но ситуация та же самая. Мы на улице Гаевского, и здесь тоже нечищенный двор. А вон там, между прочим, стоят дворники. Сейчас мы у них спросим, почему, собственно говоря, они не выполняют своих обязанностей. Дело в том, что вот это нереально. Тут Мурзик пришел бы, раз, и подобрал. А мы где чего подтянулись бы. И все дела. Пока наши коммунальщики ждут помощи, дворы продолжают оставаться нечищенными. Зима в этом году снежная. Может, жителям просто встать на лыжи? Ведь в некоторых местах передвигаться скоро можно будет. Только на них. Илья Кремнев, Алексей Руднев, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ. К нам присоединился Александр Викторович Голиков, директор муниципального бюджетного учреждения Службы единого заказа, благоустройства и дорожного хозяйства. Добрый вечер, Александр Викторович. Добрый вечер. Работы, видимо, много сейчас. Да, елку в развилке наряжали сегодня. Заключительно елка у нас была. Добраться тяжело. Темп, время увеличивается, но увеличится почему-то время в пути. Александр Викторович, мы начали разговор о предприятиях, которыми вы руководите. И вот сейчас мы с Владимиром Алексеевичем уже поговорили о его предприятии. Но ваше предприятие, оно как бы вот очень похоже. Вы, да, обоих, значит, дороги, только дороги разные. Ваши дороги какие? Ну, предприятие, если вы, значит, мы начали с 1 января этого года работать по Ленинскому району, учредителем Ленинский район явился наш. Сельское поселение Булатниковское для нас явилось первым. Потом, присоединились в апреле месяце, это у нас городское поселение Видное, сельское поселение Молковское и сельское поселение Булатниковское, ну, вот с 1 января. Мы занимаемся внутриквартальными дорогами, содержанием газонов, содержанием цветников, праздничное оформление, связанное с новогодними, с другими праздниками, всего 8 зарегистрированных, которые у нас официально. Вот эти все вопросы мы на сегодняшний момент отрабатываем. Детские спортивные площадки у нас еще находятся. Часть вот сейчас то, что по сельскому поселению Булатниковское уже отработано, вот там практически работа налажена, достаточно добросовестный коллектив, который там вот сложился с 1 января, прошли уже тот этап, зимний период, поэтому им было легко входить. Комплектация сегодняшнего предприятия, она на сегодняшний момент, вот прям вот на днях получаем еще одну единицу техники, и комплектация у нас по сегодняшнему году, которую мы планировали, она полностью завершается. Постановка на учет, и мы в полной мере, я думаю, что по городскому поселению Видное начнем работать уже с 1 января. Сейчас есть вопросы, связанные с авральным режимами, с тем, что погодные условия вот такие в этом году, с 1 ноября неожиданно, снег лег и больше уже не таял. Более того, немножко нас с погодные условия сбили в том направлении, что ледяной дождь все-таки нас коснулся, слава богу, коммунальщиков не очень, коммуникационщиков, а нас вот, в общем-то, дворы, те, которые на сегодняшний момент многие жители видят, которые находятся в таком состоянии, или наката, или льда, это вот после того ледяного дождя, который в течение двух часов лил, если вы помните, в ноябре месяце, а потом в течение двух часов температура понизилась до минус 7. Немножко это нас выбило из колеи. Но главой района поставлена задача, никаких не должно быть вопросов, связанных с недостачей личного состава, техники. Поэтому сейчас все направляем на то, чтобы уже предотвратить вновь снегопады, которые будут в этом году, ну и устранить те отрицательные моменты, которые сегодня находятся во дворах. Для этого и вчера вот мне понравилось, мы вместе находились вместе на управдоме, там многие вопросы были обозначены, поэтому мы сейчас с учетом комплектации, которая у нас уже практически сейчас подходит к завершению, уже можем разбивать графики по содержанию уборки внутриквартальных дорог и приступить к их обслуживанию. Если население видит, то центральные тротуары, дорожки, дорожки массового потока людей на социально значимые объекты, на остановки, они все практически даже с 1 ноября этого года находились в асфальтном покрытии. Практически всегда подходы и проходы обеспечены на 100%. Вот во внутриквартальные дороги мы сейчас постепенно заходим, и вот эти вот графики, которые будем выставлять на сайте, для того, чтобы население реагировало, потому что неудобства естественные жители представляют своей техникой, в связи с тем, что тяжело достаточно производить уборку, когда машины практически не выезжают со дворов, многие там как называемые подснежники до весны теперь. Тем не менее, такие акции мы будем проводить совместно с управляющими компанией, совместно со старшими по домам, вот, и все приводить в порядок. Я думаю, что завтра мы уже такие графики в средствах массовой информации опубликуем, и они фактически будут использоваться и приводиться в жизнь. Ну вот вы фактически за 3 минуты рассказали многое о том, о чем я хотела вас спросить, но на некоторых моментах я бы хотела остановиться подробнее. Вы сказали, что несмотря на нехватку кадров, то есть нехватка кадров и у вас существует, да? Да, безусловно, предприятие молодое, соответственно, вот получив технику и штатное расписание, согласовав и утвердив у администрации района, 1 декабря, вот сейчас происходит набор штатных единиц, которые есть. Кого? Давайте говорите. Ну, конечно, нужда, как и Владимира Алексеевича, безусловно. Это в механизаторах, в операторах машин, погрузчиков, в водительском составе, ну и, соответственно, в рабочих, которые занимаются территориями по обслуживанию. Детских площадок, внутриквартальных дорог. А график у вас работы какой? График у нас работы с 7 часов до 16 часов ежедневно. В случае снегопадов, каких-то других климатических особенностей чрезвычайных, личный состав может выводиться по распоряжению с 4 утра и в 3 ночи, для того, чтобы все-таки максимально обеспечить людям нормальные проходы, подходы, вот, как я сказал, массовые скопления людей. Давайте назовем тоже номер телефона, по которому могут позвонить люди, которые заинтересуются и, возможно, найдут работу у вас. Ну, пожалуйста, 8-916-166-32-98. То есть это ваш непосредственный телефон. Александр Викторович предлагает ему на мобильный телефон звонить, чтобы узнать о работе. Кстати, вот назовите еще раз, какие у вас специальности, а я назову телефон. Специальности механизаторы, это тракторов. У меня все механизмы, все автомобили, приблизительно такие же, как у дорожников, в то ли более малой механизации, скажем так. Вот это такие, как АНТ-1000, это погрузчики типа Бабкет, да, в простонародье называются. Это вот АНТ-1000, маленький погрузчик, который по дворам есть. Это Белоруссия 320, который тоже мини, меньше Белоруссия нашего привычного, синего цвета. Также Белоруссия МТЗ-82, который есть в наличии. Причем техника новая, приобретенная по закупкам в этом году, которые анонсировали, соответственно, администрация Ленинского района. Да, у нас закупки только отечественные, импортозамещение. А вот у вас какой-то маленький такой есть, он как-то называется? Ну, это вот Бабкет и есть погрузчик, который… Тоже отечественные. Да, да, это АНТ-1000. А Джонсон? Джонсон у нас 2 единицы, но это летняя уборка содержания, на зиму их… Ну, понятно. … не переведешь. Я еще раз телефончик ваш тогда продиктую, на всякий случай. 8-916-166-32-98. Вдруг действительно кто-то ищет работу такую. С удовольствием, с удовольствием. Давайте тогда сейчас поговорим об итогах 2016 года. Получается, что для каждого предприятия год этот был первым, можно сказать, как нового предприятия. Владимир Алексеевич, за эти, получается, 7 месяцев, что сделано? Что, может быть, какие задачи ставились, все ли они решились? Да, задач в этом году было достаточно много. Основная задача – это, конечно, ремонт дорог. Практически все мы завершили в сроке, и было отремонтировано очень много дорог, в особенности, конечно, видно. Мы поработали также и в Болотниковском поселении, в Развилковском поселении, в Сельском поселении, в Володарское. Сделано больше 100 тысяч квадратных метров дорог. И сделано, на мой взгляд, достаточно качественно. Ко всему прочему, мы не забывали и про безопасность дорожного движения. Если заметили, в прошлом году начали устанавливать технические средства организации дорожного движения на дорогах. Это так называемые мигающие светофоры Т7 с дорожными знаками пешеходный переход над проезжей частью. Это приведение дорог к национальным стандартам. В этом году мы продолжили. И планы на следующий год подразумевают также оснащение дорог определенными элементами. Мы оснастили достаточное количество школ, также в этом году, знаками на желтом фоне. Это тоже требование ГОСТа. Они более привлекательны с стороны водителя. Почему? Потому что у них есть так называемый желтый фон, который на самом деле очень бросок в глаза. Если заметили, в этом году главой района был согласован новый эскиз ограждений. Они появились на улице Заводская и на части улицы Школьная. Но на наш взгляд достаточно хорошо получилось. Некоторые не понимают, зачем эти ограждения? Ведь наверняка у них есть не только задача такая, чтобы облик внешний украсить города, но, наверное, еще и какая-то другая важная задача. Естественно, ограждения ставятся, опять же, в цель безопасности. Почему? Многие люди у нас правила дорожного движения не соблюдают. И дороги переходят, где попало. А ограждения направляют людей именно на пешеходный переход. И если пешеходный переход оборудован в соответствии с ГОСТами, естественно, большинство водителей, за редким-редким исключением, остановятся, пропустят пешеходов. А сами ограждения, мало того, что они несут какой-то эстетический внешний вид, к всему прочему, и защищают пешеходов при каких-то экстренных случаях, в случае аварии. То есть они, по сути, защищают пешеходов, прогуливающихся по тротуару. А вот Вы говорили о ремонте дорог. Тоже везде, и в соцсетях, и везде пишут, возмущаются, что пришла зима, начали ремонтировать дороги. Но я слышала, что, в общем-то, это возможно. И это совсем неверно, как многие считают, что есть такая технология. Да, есть такая технология. Расскажите, насколько это правильно? В летнее время, весенне-осенне, назовем его так, когда температура окружающего воздуха среднесуточная выше 5 градусов, ремонт дорог ямочный, производится горячим асфальтом. Это смесь определенная, которая укладывается в так называемые ямки, карты на дорожном покрытии. Зимой же применяется немножко другая асфальтобетонная смесь, так называемая «литая». Ее используют вплоть до минус 15 градусов. Она имеет немножко другую консистенцию и вполне пригодна для ремонта даже в морозы. А сколько времени прослужит ямочный ремонт? И сколько времени будет дорога прослужить после зимнего покрытия? Безусловно, ямочный ремонт имеет не такое большое качество, как замена полностью полотна или замена большими картами. Это же временное покрытие считается, да? Ямочный – это вроде как золотая дырка до какого-то серьезного ремонта. До определенных моментов, когда все-таки будет принято решение перестелить полотно полностью. Но качественно произведенный ямочный ремонт может служить и годами. А зимний вот этот ремонт? То же самое. Если работы выполняются качественно и, соответственно, с соблюдением всех ГОСТов, СНИПов и других нормативов, то, соответственно, асфальтовое покрытие может служить, повторюсь, еще раз годами. — Александр Викторович, у вас какие итоги года? — У нас в основном работа рутинная. Мы содержим то, что строит Родин Алексеевич. — Чем мы можем похвастаться? Мы похвастаться можем тем, что к нам перешло в городском поселении Видное все, что связано с благоустройством, с красотой этого города. Это цветники, прежде всего. Весной мы уже включились в эту тему, и вся высадка, которая производилась в городском поселении Видное, она шлялась именно нашими сотрудниками, теми людьми, которые занимаются зеленым хозяйством. По ямочному ремонту внутриквартальных дорог у нас на сегодняшний день выполнен достаточно маленький объем в связи с тем, что как раз именно о чем говорил Владимир Алексеевич, температурный режим нам не позволил идти дальше. Не был запланирован, но во дворах он, как правило, не применяется, литвой асфальтобетон. Поэтому мы сейчас вынуждены расторгнуть более договор и перенести это уже на весенний период, когда позволяли бы нам температуру и погодные условия это выполнить. А много вообще дворов требует серьезного ремонта? Да, в принципе, если разговаривать по поселениям, то отработано практически полностью в этом году сельское поселение Булатниковское. Новодорожено, это комплексное благоустройство производилось, администрация Ленинского района. И в Измайлово практически весь ямочный ремонт был выполнен. Там все дворы сейчас находятся, ну, хочу сказать, на 4 с плюсом. По городскому поселению видна часть ямочного ремонта была проведена. На следующий год мы планируем, конечно, увеличить это и практически войти во все дворы, которые будут находиться под, значит, уже аварийным, так сказать, с покрытием. С аварийным покрытием. По Молоковскому поселению, по Горкам Ленинскому, по Развилке тоже запланировано данное мероприятие. Развилкой Горки Ленинске нам предстоит начинать обслуживание по содержанию его с 1 января 2017 года. Поэтому по итогам 2016 года мы производили все работы, связанные с содержанием блогоустройства. Это все, что находится во дворах, все, что находится на улицах, скверы, парковочные зоны, ну, вот, парковые зоны. На Ваш взгляд, 2017 год для Ваших предприятий будет более продуктивным уже? Ведь, наверное, наверняка уже, как бы, можно сказать, встаете на ноги, обзавелись техникой необходимой. Какие планы строите на 2017 год? Ну, мы, наверное, постараемся повторить результат 2016, а может быть, в чем-то даже его и превзойти. Как минимум, сейчас уже в бюджетах поселений запланированы денежные средства. Сейчас ведется подготовка проектно-сметной документации для того, чтобы нам уже где-то, наверное, с конца апреля, как погода позволит, выйти на работы по ремонту дорог, по каким-то работам по безопасности дорожного движения. И, конечно же, начать ремонтировать дворы и комплексно благоустраивать. Александр Викторович. Ну, первое, хотелось бы сказать о том, что нам необходимо, безусловно, отработать взаимодействие с дорсервисом по содержанию дорог и территорий, для того, чтобы у нас максимально были охвачены все зоны, все территории, касаемые содержания в зимний период. Второе, это то, что сегодня заложено бюджетом для исполнения муниципального бюджетного нашего учреждения. Это каждый житель может увидеть в бюджете. Вот это все тоже мы на 100% постараемся исполнить, потому что это уже приближено к фактическому, к физическому исполнению. Ну, и, наверное, третье, это, как я всегда говорю, очень важно те люди, которые работают на производстве, и сколько этапов по обслуживанию они прошли. Поэтому вот этот сезон, вы правильно сказали, это сезон для нас является по городскому поселению становлением нашего предприятия, нашей организации. Люди в этот период обкатываются. Мы уже сами понимаем, мы видим и мастера, и начальники участков, я как директор, заместители мои, каким путем идти, что необходимо поправить, что необходимо подытожить и запустить это на следующий год. То есть я считаю, что опыт в любом случае, он приходит с годами. Так вот предприятие, которое создается вновь, ему очень сложно сразу врасти вот в гущу этих событий. На следующий год уже совершенное понимание есть, и летний период мы уже прошли, и зимний сейчас проходим. Поэтому я думаю, что на следующий год, конечно, безусловно, мы будем работать лучше. А тех денег, которые вложены бюджетных на ваше предприятие, на ваш взгляд, хватит для исполнения всех желаний? Часть муниципального задания, которое мы выполняем своими силами, естественно, мы будем штатное количество своих сотрудников, это не касаемо ЭТР, это касаемо в основном рабочих наших, будем увеличивать. В связи с увеличением новых объектов, связанных с комплексным благоустройством, соответственно, сотрудников необходимо добавлять для того, чтобы содержать. Ведь важно не только построить, а важно и удержать, и содержать это в исправном состоянии. Поэтому, конечно, штатное расписание мы будем увеличивать. Я думаю, что администрация Ленинского района нас поддержит. Почему? Потому что мы всегда это подтверждаем в нормативной категории. И я думаю, что на следующий год у нас штат вырастет, и имущественный комплекс вырастет, и размещение людей вырастет. И надеюсь, что Владимир Алексеевич сейчас базу уже себе выстраивает, и часть, наверное, территории, которая там находится, мы тоже будем приводить в строительство и в исполнение ремонтной зоны для обслуживания своей техники. Ни много, ни мало, а порядка 40 единиц техники сегодня у нас есть. И, конечно, часть территории у нас спецавтохозяйства сегодня находится. То есть я говорю сейчас о развитии. Часть находится в горках Ленинских, нам Ленинский район передал ангар, там достаточно теплый, где мы тоже можем размещать технику. Но все равно потребность в имуществе для ремонта и обслуживания техники, безусловно, есть. То есть район сейчас все делали для того, чтобы выстроить базу, которая в Петровском находится. Ну, я думаю, что у нас только улучшатся вопросы, связанные с обслуживанием техники. Это важно. У нас вопросы вот уже здесь лежат на листочках. Я почитаю. Я их специально разделила на две части, потому что вот к вам обоим. Нина Степановна спрашивает, не чистят, вернее, она не спрашивает, она это заявляет. Не чистят тротуар от пожарки к рынку с обеих сторон. Это чья? Да, это моя зона ответственности. Учтем, впредь будем содержать новотенную состояние. И вот еще, дорога к больнице не чищена вдоль Белокаменного шоссе. Но это проблема и в прошлом году. Мы ее озвучивали в наших сюжетах, что там и дорожки-то как таковой не было. Сейчас она есть, эта дорожка? Как там? Да, дорожка там есть. Стараемся ее в первую очередь прочищать. Ну и, соответственно, все вот эти соцобъекты, которые у нас имеются, это больница, это подходы к каким-то образовательным учреждениям, отрабатывать в первую очередь. Вот улица Тинькова, вплоть до школы милиции, дальше до больницы не чистится. Валентина Малышева. К сожалению, вот я там езжу, но пешком не хожу, наверное, вот не замечаю. Действительно, люди ходят, но, наверное... Ну, скорее всего, ведется речь про тротуар, который там находится. Наверное, тротуар, да, конечно. Посмотрим, посмотрим, обязательно посмотрим, прочистим. Вот, кстати, вопрос, о котором мы с вами уже говорили, но, не знаю, то ли он был задан до нашего разговора. Почему нарушаются технологии укладки асфальта? Что такое ямочный ремонт? Владимир, фамилию не могу, Надиров, по-моему. Ну, нарушаются ли технологии, или все-таки все правильно, как вы говорили? Ямочный ремонт, на самом деле, это поддержание в соответствии со стандартами дорожного полотна. Ну, наверное, никому не будет приятно ездить по дороге с ямами. А ямочный ремонт, на самом деле, подразумевает приведение дорожного полотна в соответствии с определенными нормативами, так как не может быть на дороге по ГОСТам ямы больше определенного размера. А чтобы ее устранить, ну, соответственно, и применяется данная технология. А вот Анатолий говорит, что на Заводской улице не доделан полностью тротуар на остановке по нечетной стороне. Нужно выехать посмотреть, соответственно, в чем проблема, разобраться. Посмотрим. Вот я вопросы вам все вот эти передам, чтобы где-то что-то не забыли. Так, теперь Александру Викторовичу вопросы. Дорога от трех бактерий к домам 26 и дальше не чистится, около 44-го дома. Ну, в общем-то, такие вопросы. У нас их было и в течение дня сегодня много по разным улицам, да? То есть, вот, как вы говорите, с 1 января? Ну, согласно графику, нет, почему? Мы обслуживаем это, и, безусловно, если бы она не обслуживалась, там сегодня бы проехать было невозможно. Вот сейчас, сегодня работала техника дом 26-28 как раз по именно этой дороге. Жители наверняка это увидели. Ну, и, естественно, оказаться едновременно мы не можем. Поэтому вот этот график и нам, и людям, наверное, помогут и подскажут, где вот в определенное время мы будем находиться. Мы постараемся его точно исполнять тот график, который мы сами создадим. То есть график этот есть прямо конкретно по адресам, да? Да, вы по адресам. Потому что, например, ПЛК, дом 4. ПЛК, дом 4. Вот еще ПЛК, дом 4. Значит, могу сказать, ПЛК, дом 4, такая акция была 2 недели назад, в выходные дни, сам лично принимал в ней участие. Мы чистили тогда дом 4, дом 6, дом 8, дом 10, дом 12 и дом 14. Плюс 24-й дом по Азово-Азовской. Это было в субботу, 2 недели назад, как я уже сказал. Было вычищено все, ну, практически даже до асфальта. То, что сегодня я сейчас отсюда выйду посмотрю, конечно, мы понимаем, что, возможно, жители, которые выезжают со двора, очищая машины, обратно это сбрасывают на проезжую часть внутриквартальную. Ну, подберем, сделаем. Расторгуево. Когда начнут чистить, гулять с коляской невозможно. Хотя тротуары там, конечно, чищены. Это я сама могу сказать, я сама там живу. А вот. А дороги, действительно, там машины буксуют. Когда до нас очередь дойдет? Ну, если это вопрос о Петровском проезде. Петровский проезд мы берем сейчас на обслуживание и Ольгинскую, и совместно с управляющей компанией, это будет происходить, наша техника, их руки постепенно начнем приводить в порядок. Просто произошло некоторое несоответствие в период как раз именно организационных мероприятий, связанных с нами, управляющей компанией. Поэтому вот Петровская, Ольгинская, Черняховская, это остались те территории, которые сейчас мы уже берем под свое влияние и под влияние управляющей компанией. Мы так договорились, будем так работать в этом году. Когда начнутся комплексы на убирать дворы города, будут ли объявления с просьбой убрать машины автовладельцев? Я думаю, это, наверное, одна из ваших самых больных, таких самых серьезных проблем. Уже реагирует управляющая компания по Битцевскому проезду. А как объявляете? Управляющая компания это вывешивает или на подъездах, вернее, и на подъездах информационных, и за стеклоочиститель. И указывается дата, время, когда будет там техника. Вот сегодня по Битцевскому проезду такая акция была проведена. Кстати, жители реагируют, огромное спасибо. То есть есть положительный результат, и мы будем его придерживаться. То есть реагируют, убирают машину, потому что мне кажется, что это все-таки касается не только тех, которые с осени до весны оставляют машину, но, наверное, еще и те, кто просто спит до обеда. Если даже 50% техники будет убрана, для нас это и то хорошо пользует. Мы вычищаем эти места, соответственно, люди, которые выезжают, они стоят, как правило, начищены. То есть у нас есть возможность подобрать все остальное. А так, вы абсолютно правы, в выходные дни мы вообще гражданам мешаем работать. Наши механизаторы очень часто слышат выкрики негативные в свой адрес, что заглуши машину, и все, что касаемо этого. Ну что ж, такая жизнь. Кто-то хочет поспать, кто-то хочет на колясах покататься, кто-то на коньках, кто-то на санках. Что называется, всем не угодишь. Поэтому тут мы придерживаемся того мнения, что все-таки общаемся с максимальным количеством людей и слышим их просьбы. Так же по детским площадкам, например. Какая-то мама выходит и говорит, просыпь мне меня, пожалуйста, здесь. И отсылает в определенные инстанции. Мы вынуждены по команде это все делать. Выбегает 10 человек и говорит, вы что? Мы хотим, чтобы здесь снежок лежал на нашей детской площадке. Нам так комфортно и хорошо. Ну вот, балансируем. Еще два буквально вопроса. Советская 2Б. Когда будет произведена уборка снега вдоль дома, где стоят автомобили? Верните наших дворников. А что с дворниками-то? Нет, дворники также продолжают находиться. Они как работали, так и работали. Но у них же своя зона ответственности там тоже в дворе, да? Да, подъезд, тротуар, прилегающий к подъезду, который вот выход идет. Остальное это зона ответственности, чтобы пошла в наше учреждение. Но я говорю, что здесь надо взаимодействовать в любом случае, потому что в чрезвычайных ситуациях я полагаю, что все должны сосредотачиваться на содержании уборки и помогать друг другу взаимно. Почему? Потому что, сами понимаете, трактор может пройти по территории, но ручная уборка, она все равно должна быть. И вот здесь, конечно, важно отработать взаимодействие. Будем стараться. А вы как? Вы между собой взаимодействуете? Вот именно так помогаете друг другу? Да, мы с Лавиной Алексеевичем договариваемся. Там, где дороги и тротуар у нас соприкасаются, едновременно вывозить снег. Но сейчас есть авральный режим и ритм работы, как в дворсервисе, так и у меня. Поэтому в план это, наверное, введем тогда, когда уже сейчас разберемся со своими основными задачами. Это касаемо улицы Школьной, это касаемо, допустим, сельском поселении Булатниковска, тротуаров, где прилегает тоже к дороге. Вот это надо, конечно, делать совместно. Мы это будем стараться делать. Тут у нас еще благодарность есть. Правда, не очень разборчиво написали фамилию. Николай Зубенко, ПВК 19, дробь 1, выражает благодарность за работу Топикову А.В. Надеюсь, я правильно прочитала фамилию. Ну, видимо, Толикову. Толикову А.В. Кто это? Герой. Голикову, может быть, они меняют. А, Голикову! Точно, Голикову Александру Викторовичу. Видите, как мне написали, что аж стыдно, что я неправильно прочитала. Спасибо огромное. Конечно, я... Ну, это очень радостно, когда хоть кто-то хвалит. Хотя я вам могу сказать, что в этом году, вот если сравнить прошлый год с зимой, да, то доброжелательного отношения гораздо больше от жителей. Потому что, видимо, виден результат. И поэтому благодарности больше. Ну, у нас осталось только поздравить с наступающим Новым годом наших жителей. У вас есть такая возможность? Владимир Алексеевич. Уважаемые телезрители, поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Поэтому желаю, чтобы все свершения, которые не удалось совершить в этом году, у вас обязательно сбылись в 2017-м. С наступающими вас праздниками! Тоже присоединяюсь к Владимиру Алексеевичу. Поздравляю всех жителей. Самое главное, мы отвыкли от снега. Побольше нам снега, чтобы было во дворах чистого, красивого. Чтоб елочки и деревья были все нарядные. И чтобы все радовались. А лица у всех были румяные. Я верю, что вы сейчас это искренне очень сказали. Абсолютно. Я себя в детстве вспоминаю. Для меня снег это был прям... Тем более я родился в городе Видное. Поэтому всегда с удовольствием. А теперь с ним приходится бороться. Да, теперь с ним приходится бороться. Я тоже желаю вам в новом году успехов в вашей нелегкой работе. Я думаю, что все планы, которые вы наметили, они должны у вас сбыться, получиться. И жители уже будут вот с такими обращениями звонить все чаще. Спасибо вам большое за эту интересную беседу. А я прощаюсь с вами. Все вам самого доброго и до свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!